Дриозавр. Род динозавров Верхнеюрского периода из инфраотряда орнитоподы, обитавший на территории современной Северной Америки. Его относят к семейству дриозавриды, представляющему собой группу двуногих растительноядных динозавров малого и среднего размера. Первые окаменелости дриозавра были найдены в западной части Северной Америки, в формации Моррисон, содержащий крупные залежи ископаемых останков доисторических животных. Единственным признанным в настоящее время видом этого динозавра является Дриосорос элтос, хотя раньше к этому роду причисляли еще два вида, которые были обнаружены в Англии и Танзании. Однако в наши дни их относят к самостоятельным родам дизолотозавр и вальдозавр. Дриозавр обладал типичным для дриозаврид телосложением. Так, он имел длинные задние конечности, причем большая берцовая кость была длиннее бедренной. Его передние, верхние конечности были короткими и оканчивались пятипалыми кистями. Крестец состоял из шести сросшихся крестцовых позвонков, в то время как передние и задние части лобковой кости были длинными и тонкими. В отличие от представителей семейства гипсилофодонтиды, его предчелюстная кость, расположенная перед верхней челюстью, была лишена зубов. Челюсти дриозавра оканчивались клювом из рогового вещества. В рамках проведения гистологического исследования найденного костного материала, группа американских палеонтологов во главе с Джоном Хорнером изучила модели развития этого динозавра и двух других орнитоподов. Все исследованные этими учеными кости дриозавра принадлежали только животным подросткам, так как останки взрослых особей отыскать не удалось. Возможно, рост у этих динозавров прекращался лишь в 15-летнем возрасте. Дриозавр является эпонемическим представителем семейства дриозавриды, входящего в подотряд игуанодонты. Отношения его родства с другими дриозавридами неясны. На протяжении длительного времени дриозавр считался представителем семейства гипсилофодонтиды. И лишь в 1984 году британские исследователи Анжела Милнер и Дэвид Норман отнесли этого динозавра к выделенному ими отдельному семейству дриозавриды, чтобы отразить его отличия от гипсилофодонтид. В 1985 году Джон Купер ввел в классификацию ныне отвергнутое подсемейство дриозаврины, но при этом включил его в семейство гипсилофодонтиды. Первый найденный экземпляр останков дриозавра включает в себя один зуб, таз и кости одной задней конечности. Он был найден на территории американского штата Вайоминг в горной местности Кома Блав в формации Моррисон, известной во всем мире как кладбище динозавров. В 1878 году американец Гафаниил Отниил Чарльз Марш изначально описал эту находку как новый вид рода лоозавра. И лишь после открытия новых ископаемых останков этого неизвестного вида, в 1894 году ученый заметил его важные отличия от других видов лоозавра, такие как более длинные шейные позвонки и более тонкая передняя часть лобковой кости и классифицировал его как представителя выделенного им самостоятельного рода дриозавр. Марш использовал латинское родовое название дриосорос, от греческих слов дрис, дерево и сорос, ящер, то есть древесный ящер, чтобы подчеркнуть, что это животное предположительно являлось растительноядным и, возможно, обитало в лесах. Во всяком случае, область отложения осадочных пород формации Моррисон, где находилась среда обитания дриозавра, он интерпретировал как пышный лес с пресноводными озерами. Около 1922 года в Национальном парке динозавров в штате Юта удалось извлечь из осадочной породы почти полный скелет, включая раздавленный череп. В 1925 году найденный костный материал был описан Чарльзом Уитни Гилмором. В настоящее время этот скелет выставлен в Музее естественной истории Карнеги в пригороде Питтсбурга-Окленде. Последующие экземпляры окаменелости дриозавра были найдены в частности в округе Монтроз, штат Колорадо. Там в 1973 году было обнаружено множество фрагментарных останков молодых животных. На кладбище динозавров, известном как раскопостяной хижины, штат Вайоминг, а также в округе Джонсон, тоже штат Вайоминг, и в округе Моффетт, штат Колорадо.